В Ейске на территории храма архистратига Михаила построили землянку по всем канонам первой половины прошлого века. Но это не мирное строение. В таких в годы Великой Отечественной войны жили и воевали красноармейцы. Организовать лекторий под открытым небом предложил местный епископ. Построить землянку хотели еще к 9 мая, но вмешалась пандемия. Мария Николаева продолжит тему. Во дворе храма в тихой парковой зоне, неприметная по форме, но очень насыщенная по содержанию. Посетители землянки попадают в обстановку солдатского быта, могут подержать макеты оружия тех времен, примерить одежду, завести патефон и увидеть уникальные экспонаты, найденные поисковиками на Кубани. Это личные вещи тоже солдата. Видите, он из патрона сделал крестик, где можно было найти. Виктория Подубная пришла в землянку вместе с сыном. Экскурсия длится не более 20 минут, но настолько насыщена удивительными фактами, что остаться равнодушным невозможно. Душат слезы. Как люди, рискуя собственной жизнью, в 20 лет погибали. Буквально в шаге от спасения они погибали. Землянка делится на две зоны. Собственно, небольшое жилище, в котором могли отдыхать между боями до 15 человек, и окоп, откуда вели бой солдаты. Над ним панорама битвы. В этом окопе вещи, найденные поисковиками на Кубани. Патроны, гильзы, противогазы, каски, вражеские снаряды. Земля до сих пор усыпана свидетельствами ожесточенных боев. Ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас. Ярость ты в нас пробудил. Без оружия в руках, но не только силой молитвы сражались и люди в рясах. Священников-героев было много. Никто не вел отдельного учета этих подвигов, но интересными фактами в экспозиции открытой в честь 75-летия Победы готовы поделиться сами служители церкви. Известно о том, что в начале войны первым или одним из первых объявил именно митрополит Сергий. Объявил во время богослужения и призвал всех сражаться для освобождения своей Родины. И другие факты для нас известны, но для общества как раз таки немало известны. Мы для этого и сделали эту экспозицию. Экскурсоводы расскажут о том, что священники не пошли на сделку с врагом, который обещал духовенству всяческую поддержку, а стали собирать средства на еду и лекарства, на помощь сиротам и на производство оружия. Самолеты, это танки, это участие священников в партизанских отрядах, и тогда оказание помощи в передаче секретных донесений со стороны военной разведки. Ейская землянка будет постепенно пополняться экспонатами. Поисковой работой занимаются волонтеры. Но комплекс уже работает бесплатно по выходным или по предварительному заказу экскурсионных групп. Мария Николаева, Игорь Хашовин, Кубань, 24, Ейск. Субтитры создавал DimaTorzok